Йоу-йоу-йоу, с вами Юрий Хованский, Максим Богачёв, Дедуля Гридин и, конечно же, первый гэнгстер-рэпер. Дядь, what's up for life? Качайте по нашей дороге. Дёти Монг пиздил школьников палками ещё за того, как это стало мейнстримом. Ходил со стволами, ездил на тачке, у него была тёлка, он ходил по району. Всё так, всё так, всё так. That's true, nigga. That's true. Сегодня у нас получилось подловить Дёти в Санкт-Петербурге, в его лимузине. Да, да, это мой лимузин, блядь. Я готовил Каласку в своём лимузине, поняли? Йоу, West Coast. Сиза помни. И мы решили познакомить Дёти с питерскими шавермами. Йоу, с питерской настоящей хавкой, которая тебе понравится, которая изменит твоё впечатление, перевернёт игру, понимаешь? И... Change the rule. Чё ты пизданул, деду? Change the rule. Смена правил. Короче, деду, чё... Change the rule of me. Он не знает английского всё, дедуль, ты такой старый, такой, ёу. Давай, зачитай Freestyle про дедулю Гридина, девочки. Да, Гридин не знает, как старая. Чёртый мог, получает респект. Хуяры школьников на районе каждый день. Со мной, мой хомми, папки есть. Деньги палы с неба я халавлю. Не заплатишь мне, я тебя убью. У меня стабильный бизнес. Имея похуй на кризис. Сегодня в клубе будет горячее тусло. Много тёлок и я с Хованским. Мы всех зажарим. Для любого вкуса. Йоу. Fast Flow. Yeah. Yeah. В общем, друзья мои, не забывайте подписываться на мой канал. На канал Дети. На канал Кузьмы. На канал Максима. На канал Андрея. Ставить везде лайки. А мы переходим к... Шаверма патрулю для... Гангстеров. Yeah. Гангстер. Гангстер шаверма. Гангстер шаверма. Каппича. East side. West side. Не East side. Он ошибся. West. Я понял. ВЕСЁЛА. Так. Все мы вперед и такivering. Не произошло. На зимой утром. Есть розмазки девчонки на видео. Уже Buddка. НаLET. На деревья. На верность шаверма. На деревья это очень горячượне. Мредить. На деревья. На деревья. На деревья пробейся. На деревья яWS. Субтитры делал DimaTorzok 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 Предыстория того, что произошло, мы ждали свою шаверму час, это действительно был час, и на моем корабле поднялся бунт. Кузьма требовал, чтобы я забрал деньги, мы поехали в другую шаверму, но я пытался объяснить ему, что иногда решения капитана, они не самые популярные, но самые правильные. Если бы мы поехали в другую шаверму, мы бы больше потеряли. А теперь... Мы бы просто не получили историю, как нам шаурман готовил час шавермы. Но он был такой пьяный, и он вообще не говорил по-русски. Но, друзья мои, в итоге я постоял за нас, меня все говорили, Юра, иди, иди предъяви ему. Я предъявил ему и получил бесплатные пол-литра вина. Похуй, все мои друзья потеряли час жизни. Дети опаздывают на поезд, возможно, опоздают, но... Я получил халявный пузырь вина, быть алкоголиком это круто. Ёл, давайте затеснем шаверму. Сразу моя шаверма была завернута вот так вот. Я ее не разворачивал ничего, она просто вот такая вот. Моя завернута обычная. Ну, прямо очень обычная. Ничего плохого не вижу. Даже пакетик, даже снаружи масло. У него как-то получилось держать их между вот этими двумя. Красивая шаверма. И очень удобно держать в руках. Вот прямая. Можно ее есть на ходу, в принципе. Она не... Я вам хочу сказать, он ее вроде как жарил, но она вообще не прижарилась. То есть, видимо, он не включил эту хуйню, которую он занимал. Она просто холодная, я не чувствую, но... В головах вообще никакого такого ощущения пожаристости не оставляет. Он просто обычный, купленный вот в пятерочке на стене. Мощная шаверма для гангстера. Респект грузину. Он нас всех накачал вином. Он не лог. Он крутой. Он не долбайок. Шучу, он пуевок. Ёл. Ешьте шаверма грузина. Гангстер прокачивает. Грузинская шаверма. Респект ему. Дёхе, вот скажи, это отличается от шавермы, которую ты обычно ешь? Или ты не фанат шавермы? Я вообще шаверму последний раз ел, скажу честно. В 2002 году назад пока. Сейчас это напоминание о прошлом. Шаверма неплохая. А что, ты по зоже угораешь или почему нет-то? Я просто когда-то не ел. Мне казалось, что все эти шавермы-изготовители, они делают хуйню. Потому что они, блядь, у них руки грязные. И надо руки сначала помыть. Ну, мы решили... Мы-то в шаверме патруле давно поняли, что чистые руки это не гарантия вкусной еды, братан. Совсем не гарантия. И даже стыдно, что мы накормили тебя таким фуфлом, блин. Потому что... Да ладно, маринад достаточно вкусный. Так получилось, что мы просто, друзья, хотели купить банданы, маску крип синие. Поехали к фик прайсу и в итоге зашли вот в это грузинское недоразумение. Но, я думаю, мы можем уже перейти к оценке. И я предлагаю начать с пункта интерьера персонал. Я впервые поставлю ноль. Потому что это ужасно. Этот чувак готовил нам час шавермы. Он не понимал, что делать. Он обслуживал других клиентов вперед нас. Он даже не понимал, что я от него хочу. Я ходил три раза разбираться. И он совсем не понимал, что от него хотят. Мои друзья ходили, но они не поняли, что этот грузин не разбирается в формах слов. И он не понимает разницы между шаверма готова и шаверма готовится. Я первый, кому удалось раскусить. Я вот даже не знаю, как интерьер персонал оценивать. Потому что это нужно оценивать с учетом того, что он был в дребезге пьян. Или с учетом того, как вообще там все выглядит. Ну туалет там был? Я не видел. Я тоже не видел. Это скрылось от наших. Ну чувак, интерьер здесь минус миллион. Поэтому какой бы тут... Персонал тут минус миллион, а интерьер очень приятный. Да, персонал минус миллион, поэтому интерьер какой бы не был крутой. Я бы двойку поставил. Вот минус три балла за вот эту реально долгую готовку. Очень долгую. Вот. Но в принципе интерьер очень приятный. Жаль, что он пьяный. Был и долго нам все делал. Очень жаль. А еще в меню не было этого вина домашнего. Это он из-под полы наливает просто. Под барной стойкой. Да, сам бодяжит какой-то. Максим, что ты скажешь по поводу интерьера и персонала? Я хочу сказать, что часто бывает такое, что приходишь в какое-то заведение шаверменное, и там явно этнический вот этот вот самый шавермен. И в таких случаях, например, волшебник, он бывает милым. А в данной ситуации тут языковой барьер и состояние морального алкогольного возбуждения шавермена так сильно влияет на его коммуникативные навыки, что никак невозможно вообще с ним нормально как-то занести какую-то мысль. Поэтому здесь, вот действительно, Юра, пожалуйста, тут минус миллион, наверное. И тут даже несмотря на то, что заведение в принципе более-менее чистое, тут мало народу, что там есть какие-то столики и так далее, все это никак не спасает ситуацию. Тут чисто ноль вот именно за то, что человек не приспособлен к тому, чтобы готовить для людей, чтобы работать в сфере какого-то сервиса или обслуживания. Дети, скажи что-нибудь, ну ты уже сказал про интерьеру, скажи по вкусу. Задай, так сказать, тон нашему обзору. Ну я считаю то, что в принципе неплохая шаверма относительно. Ну я не специалист, но мне кажется тут приятный огурец, помидор и какая-то хрень. Что там еще, извините? Мясо. Мясо, вот точно мясо. Мясо рульное. Мой интерьер, мне кажется, на ноль. Я соглашусь со всеми. Но есть плюс. То, что вот эта груди нас повеселил. За это ему респект. Он поднял настроение. Молодец. Но сделал плохо. За это он уебан. И с респектом он. Может из минусов сытность отметить, которая тут чертовски мала. Она... Я бы поставил полтора. Полтора балла сытности, да? А я бы единицу даже поставил бы. Ну, нет, он все-таки не жалел. Посмотри, какие куски мяса. Они даже не порезанные. Он не жалел, потому что... Он не жалел, потому что... Где они... Она маленькая. Она маленькая, тоненькая. Там мало ингредиентов. Тут больше лаваша, чем всего остального. Ну, Максим, ты с чем согласился? Больше с единиц? По сытности я, наверное, согласился бы где-то с полутора. Потому что она... Меня даже, на взгляд мой, похудее оказалось, чем у Кузьмы, например. И мяса тут, в принципе, в соотношении довольно много. Поэтому сытность здесь где-то такая. Волст, да, есть. Да, это бывает. Пудряненький? Да, лоховый. А зачем ты вообще делаешь акцент на волос? Как будто в шаверме нет. Да ладно, я привык. Волосатая шаверма самая вкусная. Чего что? Да, та структура хорошая. Вкус меня. Нет, почему как это вкусно? Вкус от него только... Девайте? Да. Мы еще не знаем. А, вкус два. Ну, совсем уж сляпано хуями. Как Артемий Лебедев говорил, у нас полстраны из дебилов хуями склепано. Ну, вот эта шаверма из дебилов хуями склепанная совершенно. Никак не вяжется. Поквалили кто-то из нас маринар в самом начале. Я вот не могу с этим согласиться. Кузьма похвалил маринар. Да, мне здесь не очень нравится мясо. Мясо здесь довольно странное, как в самых худших образцах шавермы. По овощам ничего сказать нельзя, потому что они мало чувствуются. А вот лаваш очень мерзейший. Причем завернут так, что и сверху лаваша много, и в принципе в процессе поедания именно вкус лаваша, этот вот полностью бумажный, он чувствуется. Я вот точно знаю, что бумажку я оторвал, то есть я ем не с бумагой. Поэтому вкус очень такой вот, у него никакой. То есть как вот у самого-самого дешевого, который там в магазине Ашан могут за 15 рублей продавать за 2 пачки, например, лаваш не очень нравится. Поэтому по вкусу, наверное, двойку поставлю. А я поставлю 3,5. Да ты чё? Полтора было я снижу за, безусловно, невкусный лаваш, он правда мерзкий. Ты ставил 3,5? Отличный шеф. Но мне тут нравится маринад. Он очень вкусный, правда, для мяса меня устраивает. Тут достаточно приятный соус, он не кислый, он не выделяется слишком сильно, он нежный такой. Как будто в него подмешали что-то свежее. Все о вкусах, что касается, это такая субъективная штука. Короче, лишний раз убедитесь, что дедуля Гридин сумасшедший, он вообще не понимает. Меня, между прочим, в комментариях отмечают как лучшего критика Шаверма, а тебя как худшего. Ты не лучший. Ты самый необъективный чувак вообще. Ты худший из всех. Ты просто говоришь, типа, мне нравится шаверма, а потом мне не нравится шаверма. Оригинальность. Я вот ожидал увидеть очень оригинальную шаву, потому что был грузинский повар, грузинское вино, лепешки из тандыра. Но на самом-то деле это одна из самых неоригинальных шав, который будто бы, знаешь, он никогда не готовил шаву до нашего прихода и вино, наверное, не продавал. И, типа, в какой-то момент он просто решил, йоу, типа, буду продавать ей шаву и сделал ее по рецептам из интернета. Типа, ну просто. И в итоге я хочу сказать, что у него совсем не получилось. Ну вот по оригинальности я только скажу, что она правда ничем не оригинальна, и за это я поставлю два с половиной, потому что она не оригинальна ни в лучшую сторону, ни в худшую сторону. Ну это ты щадишь ее. Это просто обычная шаверма. Мужик, это оригинальность 2 в плане того, что она хуже обычной, она не при этом сделана. Была бы она 2, тут бы там были бы, к примеру, какие-нибудь там охотничьи колбаски. Дети, скажи, вот как эта шаверма стыкуется с теми, которые ты ел в жизни? Насколько она оригинальна? Он в 2002 году поставил шаверму. Я в 2002 ел, но, мне кажется, я поставил 4 балла. На самом деле, мне кажется, неплохая. Ее раскритиковали зря. В ней вкусный помидор, вкусный огурец. Да он просто, смотрите на него, он же тощий. Он только нарвался до шавермы. Да, наверное, поэтому. Он теперь каждый день ее будет хавать. Скоро будет. Я поставил 4. Как два медисона. Вест кост. За оригинальность я поставлю здесь двойку. Она оригинальна прежде всего тем, что она довольно небрежна и она очень мала. То есть она длинная, она вот так, большая, но очень плоская получается. У меня вся шаверма, она вот такой вот толщины. То есть там и начинки не так что много, она выглядит как, не знаю, как пирожок из Макдональдса, наверное, по размерам такой получается, яшневый. А структуру мы поставили? Нет, не поставили. Нет, еще не поставили. Ну крашу давай тогда. И я за оригинальность я ставлю два. То есть она не оригинальная по компонентам, не оригинальная по вкусу в принципе. Но она явно не вызывает желание вернуться сюда снова. И запах еще неприятный во рту остается. Такой не нашли. Это вот от маринада? Это от всех шавер. От маринада любимого Кузьмы. Да, ему наверное нравится. По структуре это вообще пятерка по-моему. Нет. Ее можно есть на ходу, чувак, но у меня упал один огурец. Один, один маленький огурец. Твой огурец упал давно, дедолик Ридер. Ты такой смешной, тебе нужно выступать в какой-то в победе, передаче, рассмеши комик там знаешь, или кривое зеркало. Или рассмеши комика. Аааа. Или прожарка. Короче, что по структуре хочу сказать. Говори. Четыре наверное. Много четыре. Ооо, даже так. Три. Ну, братан, посмотри, как он, он вообще не перемешал ни мясо, ни овощи, то, что мы не любили обычно в шавермах Он не постарался соус, не распределил, он вообще, черти как накапан, где-то сухо, где-то очень Вот особенно, когда кусаешь, безумно сухо, ты тоже прокусывался Ну, у меня никогда не было такого, чтобы я кусал и такой, типа, блять, одни овощи, нахуй, одни овощи Я такой, типа, ебать, овощи и мясо есть, и соус, все есть Ну, я считаю, это все равно тройка, не больше, максимум Я четыре с половиной поставлю Ты еще и повысил Понизил, я полбала снизил с пятерки А, с пятерки, ну, четыре с половиной, да Мне кажется, тут мясо хорошее, мясо приятное Так это структура, мы говорим о том, насколько она разваливается А, структура, сори Я вот даже не знаю, что поставить, я смотрю, как ты на нее, и водя на ней разваливается Снизу потекает, но не так, чтобы было жиденько, а просто как бы масляная такая, какая-то штучка Сама по себе, мне будем все равномерно размешивать, но ощущение общее какое-то так себе Я думаю, что если бы она была потолще, то структура бы толком не держалась Я думаю, что, ну, она совсем тоненькая, кстати говоря Она вот нахующая Ну, это и четверка, я думаю Как русский потолок Она вроде бы и придраться особо нельзя Я вот что хочу сказать, друзья мои Не важно, насколько он был пьян, но это все равно ответственность Когда ты готовишь шаверму для людей, ты как Бэтмен Ты должен быть всегда, не важно, пьяный ты, под героином, по чем, типа, но Если ты готовишься, ты должен выполнять свои обязанности И вот это, это наплевательское отношение, которое он пытался покрыть лизоблюдством Не искренним желанием угодить Если бы он хотел нам угодить, он бы хотя бы раз послушал нас То, что мы говорим, попробовал Вместо этого он только жопу лизал и все Я считаю, это одно из худших шаверм из-за этого чувака Я ожидал грузинское сокровище, как Гурам Нормания А это, как, я даже не знаю Зато вино, вино неплохое Как дневник хочу Как да, как Салик хочу тюрем Просто я, Сталик, Сталик отправляется туда, где Сталику и место А вы, друзья мои, видите на экране итоговый рейтинг шаверм Уже стемнело, кто бы мог подумать, пока мы ждали ее И так что теперь это ночная шаверма для гангстеров Дети монг в Дхав Качайте, ешьте шавермы от грузинов Нет, лучше не ешьте, на самом деле Юра все правильно сказал Но тут очень неплохое мясо и специи Да ты просто вообще давно мясо не ел, блин, братан Сейчас мы тебя так обкормим, ты нас соберешь в конце выпуска Поехали, шаверма для гангстера, следующая шава Вест Коспо Лайв, Вест Сайд Качайтесь под наши шавермы Школьники Суки Лишь шаурман на углях Лишь шаурман Эй Ну что, куда? Басный вкусный Да Шавермы Едой Так Мы словно бы из Рыбацкого попали в какую-нибудь цивилизованную территорию Да, откультуренную Да, откультуренную Да, в какой-то воин с пролетарской Разливное пиво 95 рублей 0,5 Чем бюджетно? Да Пять Я с первого Машава ваше 150 150 Стандартная такса Десять Да Как тебе место? Культурное? Достаточно Чтобы гангстеров обслужили Обслужились Мы тут даже как не теряемся Но не присутствует Эти отцовски приходят, да, не надевают эти бресты, юбок Нормально нет Так, друзья По рамсам вы можете определить, что мы находимся в Рыбацком У шавермы адрес которой даже невозможно определить Она просто Ебать там жёсткие рамсы Поэтому давайте просто присядем И насладим с шавермой, которую нам Господь послал в день в МФ Тихо не строить Улы уже мокрые Мокрые, конечно Дёти, ты чё? Не будешь сидеть на мокром? Нет Дёти, ты гэнгстер Тебе поебать должно быть на... Вот так, садись Садись Садись, Дёти Давай Хватит Ну и что ты как? Я присяду лучше Ну ясно Ну как Да ты не гэнгстер Ни хая, ты конформист Только конформисты не сидят на мокром, блять Нормальные пацаны, когда видят мокрую хуйню, они... Пока нормальные пацаны простуженную простату лечат Нормальные пацаны лечат прокуренные лёгкие Пропитую печень Да, но они ни о чём не жалеют И это главное Саванский, ты ли это? Я ли это? Ну ты же, видишь, мы снимаем, бля, ролик, братан Ты... Можешь подождать? Можешь такой фото? Можно, после того, как мы доснимем, браток, юбда Подожди, нет, ты из ВМФ? Я вообще, я вообще... Не, не из ВМФ, иди нахуй, короче Тогда подожди, пока мы доснимем, нет Давай, доснимай? Да, да, можешь подождать нас, обязательно захоткаемся Пока пашалухи подъебьём? Вот это, вот это настроение, вот это мужик нахуй Вот это, да, пашалухи подъеби Дай кулачок, братан У меня шелуха вода Мы не проб... Ты видишь, я её не укусил дальше ещё Не, нахуй вот так, это первый раз Шашлык нахуях Добавлю Это... Бля, смешно, что, знаешь, мы разговариваем, а сзади всё продолжается На заднем плане прям, значит, я так камеру держу Убийство будет, короче, а мы не заметим его Будем жрать такие, типа, структура 5 Всё такое Ммм... Не русских не любит, чувак Может, не стоило снимать с день в мэхе? Вот до 2 августа, подождай. Вот даются жирные куски. Но зато мягко. Мягко, жирно и как бы такое. Дети, что скажешь по вкусу? Я могу сказать то, что в принципе я не распробовал до конца, но мне казалось, предыдущая лучшая даже, грузина, который... Да ты прикалываешься, что ли? Ну, мне да, показалось. Ну, здесь очень много вот этого. Что это, майонез, я не знаю, кто знает. Сало, кетчуп, жир. Ну, это жир, очень жирная. Грузина. Ну, прям куски жира, это вообще отстой. Не, ну это отстой, хорошо. За вкус я, конечно, поставлю 2,5. О, структурная сала очень вкусная. Да, потихоньку. 2,5 за... Там что-то жесть какая-то. С праздником вас, с днем в ММФ. Не, ну так даже лучше. Я считаю, я тут даже музыкального сопровождения не буду ставить. Вот это и есть наше музыкальное сопровождение. Прикинь, там будут крики, убивают, убивают, выстрелы. Там легалки будут всякие. Не, ну сколько за вкус? Я поставил, вот вы, ребята. А что ты поставил? Не важно. Ладно, не говори, не говори. Я вот за вкус поставлю 2,5. Все-таки соглашусь. Лучше оценки под эту шаву просто даже не подобрать, наверное. Мясо вкусное. Вот что-то маринад есть какой-то вкусный. Овощи неплохие достаточно. Но вот куски жира очень отталкивают от этой шавермы. И плюс чувствуется майонез очень сильно. Она будто, знаешь, какая-то терияки или вот что-то такое. Нет, терияки это... Да пошел ты. Короче, ты понял, что я хотел сказать? Нет. Она как будто вот... Ладно, хорошо. Моя оценка, к сожалению, 1 балл. Это просто пиздейшин. Это хуйня. Ну, это мое мнение. А кому-то понравилось. Но по мне... Отстой. West Coast. Ну, я на вкус поставлю, наверное, троечку. Она, в принципе, на троечку натягивает. Тут не все овощи вкусные. Помидорчики мне не все нравятся. И вот жиринки есть. Но в остальном, в принципе, она, на мой взгляд, повкуснее, чем предыдущая. То есть, там я поставил, по-моему, 2. Здесь будет, ну, троечка, наверное, так. Здесь слишком много жиринок. Конечно, я... Вот, знаешь, что я хочу сказать? Сытность этой шавермы, она как есть подсолнечное масло. В принципе. Вот. Ну, так и есть. Я поставлю четверку, но не потому, что она не мясная. Она не... А на жир, это чистый жир. Это как вот салом закусывать водку. Ты не можешь не, ну, заглушить это, потому что сало это концентрированный. Вот такой жир. И так и здесь. Ты просто ешь и получаешь, как пилюли, блядь, калории на руку в себя. То есть, если вы хотите стать жирным человеком, чтобы вас никто не любил, были проблемы с женщинами и прочие вещи, то обязательно ешьте эту шаву два раза в день даже. Ну, сколько ты поставишь за сытность? За сытность? Ну, она огромная. Она огромная. И непонятно, она наполовину из жира или наполовину в ней жира отсутствует? Не понять. Ну, короче, сытность пять. Ну, потому что она... Пять? Как жир, правда, как жир. Ну, мужик, это же не та сытность, которая... Что, помнишь, мы у двух этих узбечек ели шаву? Вот, и там она была прям такая огромная, огромная и жирная. Вот она такая же, как у тех узбечек. Ну, она будто, да, вот кусок масла прям откусываешь такой. Я думаю, здесь будет сытность четыре с половиной. Возможно, будет иллюзорная, но пока не имею ощущение того, что ты ее забихнул в себя и больше ничего не хочешь себя забихнуть. Она... Единственное, для кого эта иллюзия не будет иллюзией, это твой желудок. Вот когда у тебя начнет там, типа, желчью какой-нибудь вливать по утрам, да, вот... Шава течет по тебе. Дети, что скажешь? Мое мнение, мне вообще не понравилось все категории на единицу. Сытность, вкус, все, полная хуйня. Извините меня, но это пиздец. Это просто позор Санкт-Петербурга. Ну, хорошо, давайте поговорим об оригинальной. О структуре, давайте поговорим, пока она не разговаривает совсем. Ну, структура здесь три с половиной точно есть. Она хорошая, конечно, она плохо перемешана, плохо закреплена, плохо... Но три с половиной тут есть. Глупо отрицать. Она... А я вот подрицаю. Да ладно. Я подрицаю, что здесь лаваш, который очень быстро размикает от соуса и рвется на ботинки. Да, тонкий слой, конечно, тонкий, но... У кузьмы она разорвалась где-то на третий, наверное, и разорвалась вдоль. Я не объективный показатель. Как раскрывшийся цветок. У меня вот она разорвалась по краю, лаваш именно порвался просто. Из нее вот вытекло все на стол, немножко на ботинки. Ну, и что, ты скажешь, я не согласен, и в итоге ставлю три, а не три с половиной. Ну, по структуре, то есть более-менее, наверное, два с половиной поставлю. Два с половиной. Ну, она просто... Она не такая, как джамбо, но есть на ходу. Чувак, ничего не такое, как джамбо вообще. И это радует. Ничто не такое, как джамбо. К структуре все? Нет, я не сказал. Ну, типа, не добавлю ничего нового, если честно. Два с половиной, вот. Ну, как бы, обычная шава такая, окраинная, вот. Интерьер и персонал. Интерьер хороший, нет, ну, ну, опять, чувак. В зале есть человек, у них есть кассир, у них быстро достаточно готовят. Ты понимаешь, что такое пять? Пять это место, к которому нечего добавить, Кузьма. А я не добавлялся ничего. Ты что, ты охренел? Даже школьники, если я... Нет, чувак, это не пять, это интерьер и персонал три. Да ладно тебе, нет, чувак, ты сейчас просто... Тебе что-то тут не понравилось конкретно. Пятерка? Чувак, пятерка, это как сим-сим. Чувак, это место выглядит как ресторан. Ё, дёте, скажи. Нет, Wi-Fi, большой минус. Вот написано. Дёте, не Wi-Fi, и счастье-то, блядь. Люди в шаверму не за Wi-Fi приходят. В основном туда приходят толстые, печальные люди. Они получают нажористую шаверму, хорошее помещение. Жирную, от которой тошнит потом. И вот можно поделить. Короче, пятерка, пятерка интерьер. Пятерка? Да, интерьер по-саму пять. Я на сваре буду стоять. Я не собираюсь эта шаверма обзажать один балл из-за того, что ты меня сейчас давишь. Максим. Это шаверма за соль пять. И лаваш вкусный. Мне кажется, что мы всё-таки не очень быстро её получили. Её готовили какое-то время. Но в остальном здесь довольно пристойно. Есть много чего в меню. Есть туалет. Есть Wi-Fi. Есть подобие интерьера. Что, в принципе, не очень характерно для шаверма, кто находится у самой конечной станции метро, что вот там вот есть километр у Греноба. И ты три поставил, такой шаверма. Ну да, и людей много. Я поставлюсь через полтиной. Ай, ну тогда у нас остаётся что только? Оригинальность. Оригинальность. Оригинальность, правильно? Ну это классический вид шаверма. Он ни хера не классический. Чем он не классический? Да он, это... Классический, но жирный. Да, да, классический. Вот знаешь что, Кузьма, возьми свою любимую женщину и замени её маслом, блядь. Как тебе такое, нахуй? Пеки бидоном, нахуй, масла растительного. Это будет то же самое? Нет, это не будет то же самое. Оригинальность полтора. Это масляное масло. Как любят говорить про тавтологию, блядь. Ты сейчас говоришь о структуре, то есть что масло в шаверме, о вкусе, о том, что не нравится это масло. Оригинальность, это самая масляная шаверма. Обычная шаверма, в которой просто много жира. В принципе, два с половиной. Она не в лучшую, не в худшую сторону оригинальной. Она обычная, это простота. Я вот считаю, нам нужно искать как можно проще шаверму. А я считаю, что нам нужно как можно более продук... Вот смотри, ты ищешь неправильной плоскости. Ты думаешь, что проще, сложнее определяет шаверму. Но на самом деле, только дзен определяет шаверму. Дзен шавермы. И он не ведет к проще и сложнее. Он не ведет к яснее, мутнее. Он просто есть. Его нужно поймать и следовать. Ну, это такая восточная критика шавермы. А я-то за западную знаю больше. Западный подход шавермы. Максим. Я думаю, что здесь оригинальность на двойку. Она, конечно, не сильно отличается, но сыграла. Знаешь, что мне вот это сочетание жира и того, что я весь теперь в масле, который я так просто от себя не отмою без салфетки, говорит о том, что я сюда, наверное, не вернусь. Я знаю, что я могу отсюда доехать на автобусе до Пролетарской и там покушать. Мне займёт 15,35 рублей, но я не пожалею за этого времени, если буду на рыбаке. Йоу, 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 шаверму патруль. Вы видели крайне итоговые результаты. Один балл, один балл. Ночная шаверма. И пристала Дёте Монка. Прямо сейчас in the house. Ночная шаверма. Я Юрий Провадский. Мы живем в шаверму, получаем успех. Мы убираем руковь, всех делаем деньги без проблем. Все хачаем, жкаем. На районе мы стреляем в окно, мы едим в шаверму за 30 кусков. Да, мы рулим, мы крутые, респект Юрий за отличные битты. Мы настоящие гангстеры. Риски отусуля, за нас есть стволы. Мы всех валим, футы, жарим и респект. Дедуля, давай, подключайся, вместе. Я наслаждаюсь. Дедуля, давай. Не могу, не могу, не могу. Это наслаждение, ты прерываешь меня. Дёртик, продолжай. Мы отправляемся в третью шаверму. Вау. На углях, лишь шаурма. Эй. Здравствуйте. А где шагер? 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 Давайте около Крупской прямо встанем. Да, это любимое место Кузьмы, он же книжный червь, поэтому... Да, такое, подожди, вот это нужно, блин, Андрей, сними как у Ларина, проходки такие странные, типа, ууу, это книжный рынок, и мы тут оказались, потому что мы любим книги, мы интеллектуалы, о-но, ступит верунс, блядь, чё ты думаешь о Ларине, блядь, дёте? Да я уберу в баттле, в любом, я уберу в любом фристайле, в любом баттле, одним панчлайном он будет лежать, умолять обащаде, потому что я старую, блядь. Ты встанешь для него ван панчлайнменом, блядь. Тупак меня воскресил. Ну давайте прям тут и стоять, наверное. Я думал, вот у самой Крупской прям ее шаверму рот намазать. Не, чувак, нельзя прям у нее стоять. Да всем поебать. Да нет, братан. Чувак, Крупскую, кто за нее вприжет сейчас, Ленин, блядь, о чем ты говоришь, кому твоя Крупская, дёте? Разбираем шаву. Вдруг тут как в ночь музеев происходит, ночь вообще все оживают книги, типа и... Нет, книги не оживают. Писатели оживают и ходят. Книги умерли с тех пор, как Amazon Kindle первый появился, блядь. Блядь, там собаки, что ли, лают? Блядь, чуваки, в этом магазине книг собаки ночью нахуй охраняют. Ребят, книги умерли. Я что хотел сказать, Юрас, они все разного цвета, в разном лаваше. У тебя зеленая. У Кузьмы рыжая. Давайте ее побыстрее, сними. Че побыстрее? Все, дете, уезжаешь из Питера, боишься опоздать. А какие у тебя в Москве дела? Гангстерские? Нет пока. Бля, мужики, она реально зеленая. Тут есть корейская капуста, по-моему. Блядь, мы же заказывали одинаковые шавы. Какого хуя, блядь? Что происходит? Что происходит? Шаверма-радуга. Шаверма неприемлемая. Бля, мне че за плесневелую шаву дали, или? Ебать, мясо розовое. Вы видите это? Мясо розовое, просто пиздец. Ну, неплохой на вкус, кстати. Вот, казалось бы, да? Да как Румская, какое культурное место, где можно посидеть. На самом деле собаки лают, блядь. Страшно так, темно, блядь. А как должно быть в час ночи около книжного, блядь, книжной ярмарки? И вообще днем около книжной ярмарки, по-твоему, тут толпы? Я не понимаю, что с лавашом. У тебя он очевидно... Я предлагаю, может, попробуем это? У меня лаваш как будто из сельдерея, блядь, отмечаю. Веганский. Веганский лаваш, в натуре, или заплесневелый, блядь. В чем прикол-то? Да вроде не пахнет ничем таким. Это немножко похож на ржаной, который был на кировском заводе. Я чуть не уверен в этом. Это знаешь, из KFC типа остатки скинули. У них была серия с зелеными и с оранжевыми этими хуйнями. Ну и прикол, потому что они ничем не отличаются. Одинаковый на вкус? Да. Это странно. Это странно, да. Вообще вот все, что здесь сегодня с нами происходит, это странно. Вся эта шаверма какая-то такая, блядь, она... От дьявола. Никого. Да, вот это вот, я хочу сказать, вкус... Два. Она, смотрите, сколько тут лаваша. И это шаверма Кузьмы еще, которую он не умеет есть. Как мало мяса. Мясо все какое-то розовое, будто это кошка, блядь. Или собака. Или собака, да, или... А знаешь, что это самая большая проблема? Я вообще не чувствую вкус у этой шавермы. Вот прямо тут ничего не выделяется. Ярко, она безвкусная, будто бумага обычная. Мне друган рассказывал, что в армии вся еда на вкус, как бумага. Вообще. Греча как бумага, макароны как... Короче, я предлагаю у тебя эти концепты, блядь. Я все-таки как-никак, блядь. Вкус я с тобой соглашусь двойка, потому что эта шаверма вообще ничем, ну, никак не выделяется. Вкуса нет, у шавермы вообще нет. Просто бумага есть. Она бумажная, она бумажная. И поэтому цвет разный, картон взяли, блядь, разноцветный просто, с тестом смешали, блядь. И вот так получилось. Я на вкус поставлю 2,5, здесь вкуса практически нет. Единственное, что у меня макроциклисты, блядь. Какой-то есть такой от души на вкуса, когда откусываешь лаваш. В нем есть какая-то примесь, как бы вкус какого-то. Так, по-самому себе она довольно-таки... Ваксона слышно, будто самолет взлетает, нихуя не плохать, такая, блядь. Макроциклисты мимо тачки, блядь. Два хуйной. Дети? По мне полная хуйня, извините. Мне не понравилось тоже, согласен со всеми. Я даже не могу ее есть. Ну, слушай, тебе прошлое понравилось, а вот... Прошлое, ну а хуже. Скажи, как человек, который вот не сильно часто шаву хавает. Вот в чем проблема, по-твоему, этой шавы? Фристайлом желательно, блядь. Недостаточно уксуса. Недостаточно специи. Шаверма не руля. И она... Специи Рико. Освенцим. Освенцим. Она изготавливана... Из евреев по освенциме. Вот, она хуёк. Потому что она не жирная. Они упили поэту. Вот эта шаверма сейчас упила поэту. Раньше Дерти мог зачитать с любого момента, когда угодно. Он сказал, Дерти, зачитай, он зачитает. А эта шава, эта шава не позволяет ему зачитывать. Это шава-одеял? Я возьму у тебя её. Нет. Она одеяла. Она вкуснее, чем та. Дай сюда. Ну вот, кстати, насчёт этого странная херня. Почему? Я не понимаю, почему нам дали разные. Но за оригинальность я готов этой поставить тройку. Типа три балла. Я тоже три балла поставлю. Потому что вроде как разноцветная шаверма не каждый день. Слушай, а тебе не кажется, что мне вот какой-то такой ананасовый привкус просыпается? Не знаю, я корейскую капусту чувствую. Вот что-то вот, ну, тяжело описать именно такое сладкое... Сладкое, сладкое. Да, 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 да. Максим тоже чувствует? Да, сладкое, если есть, я не понимаю, от чего он идёт. Мне кажется, что это с лаваша, а может быть это на самом деле от наркомки и капусты. Капуста маринованная просто. В общем, я из-за оригинальности поставлю... Знаете, оригинальность, если не брать в оригинальность её маленький размер, остальная оригинальность, в принципе, может быть даже в плюс. Я, наверное, поставлю оригинальность три с плотиной, потому что, если я буду здесь, то, может быть, я даже зайду сюда, если буду не особо голоден. Тебе правда, ну, братан, зайти сюда, я бы сюда не зашёл. Смотрите, вот она такая жёлтая, она прям такая, эй, ёв, я вкусный чувак. А зелёная прям отвратительная на вид. Интерьер и персонал два с половиной, потому что, ну, люди просто на своей волне, вот это как называется, знаешь, когда ты обслуживаешь какую-то контору, ты должен быть на волне слушателей, на волне зрителей, бля, дёте, подтверди, бля. Без сомнений. He's right, Paul, правда. Да, а тут, когда такая хуйня происходит, типа, у чуваки просто своей хуйней занимаются, а ты получаешь в итоге вот такую шеверку. Ну, блин, я бы 2,5 поставил именно по той причине, что тут, а не за что поругать и не за что похвалить, потому что помещения как такового нету, нету двух людей, которые должны обслуживать, но, в принципе, приготовили быстро. А поругать не за что, прям вообще-вообще не за что поругать, да? Ну, за что ты бы поругал бы, там нет, нет, там нету помещения, которые можно было бы поругать, вот, так правильнее сказать. Снисходительность, вот что мешает тебе быть объективным, будь мать, снисходительность. Максим? Я пытаюсь понять, где, собственно говоря, заведение. То есть, если я рассматриваю заведение как все эти помещения, то это как, получается, как магазин 24 часа, в котором с краешку, по идее, он специально обученный чучмек, который специально обученный вертель, делает специально обученным способом шаверму. Это классно, в каждом ларьке по шаверме. Да, ну, если я знаю, как шаверма, то вот небольшое помещение с закрытой сеточкой, Я поставил двойку, потому что там шаверма сама по себе, она незаметна, это нету неудобств, ничего такого, готовить среднее по времени, но все это и становится. Структура осталась или как? Ну, смотри, я вот откусил от твоей шавермы, ничего не упало, отсюда ничего не упало. Я бы за структуру поставил бы. Вон, помидор лежит. Ну, помидору полпать. Это мелочь, это просто хуйня, нет, на самом деле структура хорошая. Во-первых, все перемешано в какой-то веке, блядь, хотя бы, нихуя кто-то понял, что человек хочет и мясо, и овощи, блядь, прикусывать за один раз, а не только мясо или только овощи. Структура хорошая, четверка здесь есть, небольшие огрехи с лихвой компенсируются. А я вот как раз небольшие огрехи четыре с половиной поставлю. Они, правда, небольшие, а в целом она ровная, блядь, твердая, не срушащаяся. Смотрите, трясу, блядь, и ничего не падает. Ну, вот где такую шаву еще можно найти? Четыре с половиной. Максон? Четыре с половиной. Она не разваливается, здесь довольно крепкий лаваш, хотя, в принципе, она для своего диаметра довольно плотно набита. Вы четыре с половиной ставите, прям за это. Четыре с половиной. Это круто. Два балла, я готов прям в лужу выкинуть, потому что, хуйня, здесь она даже накапала. Это, говорит, человек, который столько лет не ел шаву, блядь, и он сразу прочухал, блядь. Ну и что у нас, все, сытность осталась еще или как? Сытность, да. Да. Но тут много булки. Она хорошая, она хорошая, да, булки много. Три с половиной тут точно есть, я так скажу. То есть, блин, ну, мне так печально, потому что мне просто хочется извиниться перед нашими зрителями, потому что раньше у нас были вот эти выпуски. Самая длинная шаверма, самая большая шаверма, самая вкусная шаверма. А теперь просто ничего нет. Мы просто ездим по фильтрам. Самая нудная шаверма. И ничего нет, ничего нет. Вот сколько заслуживает нас? Это, знаешь, такие, типа, плохие клоны тех шаверм, что мы обозревали. Да, просто как неудачный третий, второй сезон того, что мы делаем. Ну, за сытность, за сытность, я бы поставил по три с половиной. Во-первых, смотри, я могу ее вот так вот обхватить полностью, да? Да, это хуйня. И она не длинная. То есть, если бы она была такую, я мог ее обхватить, это понятное дело. Ты свой маленький хуец можешь обхватить полностью. Я свой хуец только двумя руками могу обхватить. Дело в том, что она настолько огромная, как бы, даже болезненная. Двумя руками Олимпия из Little Big? Нет, двумя руками этого. Ребенка. Майкла Джордана, короче. Короче, оценка. Три с половиной сытность. Вот. Я не считаю ее прямо сытной, но я не считаю, что ты ее не... Максон? Не наешься ей. Да, вы знаете, сильно три с половиной будет, наверное, самая адекватная оценка, потому что тут явно больше тройки, тут довольно много мяса. Но поэтому она не гигантская, на четверку не натягивает. Три с половиной под сосуд. Хочешь что-нибудь сказать по сытности, Дете? Насколько это была сытная шава? Она была хуйня полная. Дете мог рулить, а она со все. Он уже совсем обленился. Обратите внимание. Как старая пруле. Вы видите сейчас на экране итоговые оценки. Прости, Дете, что не получилось реально показать тебе какой-то сновшипательный шаверму. Мы просто не ожидали, что... Ну, блядь, нас реально весь Питер сегодня подвел. То есть приехал человек с Москвы, мы могли показать ему превосходство питерской шавермена, но чем все кончилось? Тем, что мы всех хавали какую-то, блядь. Брат, ну... Нет, 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 нельзя так делать. Нельзя их забирать, все. Мы уходим, уходим. Все, тащите его. Дамы и господа, подписывайтесь. Дедуля не сможет спать спокойно, потому что мы не дадим ему поправить. Субтитры подогнал «Симон»